Дорогие друзья и новые зрители моего канала, я приглашаю вас сегодня посетить вместе со мной мавзолей Августа, мавзолей первого императора Рима, который недавно был открыт после длительной реставрации. Мавзолей Августа – это самая большая крупная гробница в мире, ее диаметр 87 метров. Строили мавзолей по кругу, каждый раз возводя по 70 сантиметров высоту. Римляне не строили леса, а использовали другую технологию строительства. Они возводили стену высотой 70 сантиметров, а потом по кругу засыпали внутреннюю площадь землей, тоже на 70 сантиметров. Таким образом, этот слой земли стал для них новым полом, и с этой новой высоты они смогли поднять стену еще на 70 сантиметров, и так до самого верха. То есть внутри мавзолей весь был засыпан землей. После реставрации стен признаки этой многослойной работы теперь хорошо видны. Через каждые 70 сантиметров высоты можно увидеть полосу. Даже когда вся земля была удалена, этот небольшой четкий след остался на стенах, который позволил археологам понять технику строительства мавзолея. Мавзолей был украшен мраморными плитами, которые находились между этих камней. Травертин был главным строительным материалом для строительства мавзолея. Он был сооружен из травертина в форме цилиндра. На большом цилиндре диаметром 87 сантиметров находится цилиндр поменьше, и еще меньше, и еще меньше. Высота мавзолея была 44 метра. Террасы между ярусами были засажены кипарисами. Мавзолей был украшен белым мрамором, а верх украшала колоссальная бронзовая статуя Августа, которая со временем была утеряна. А мраморная статуя Августа из Примапорта является копией оригинала. Перед мавзолеем стояли два египетских обелиска. Я уже рассказывала вам, что в Риме 13 обелисков, 9 из которых были египетские. По мнению ученых, этих два обелиска символизировали победу Октавиана над Марком Антонием и Клеопатрой. Сейчас эти обелиски украшают площадь Эсквилино и площадь Куиринали. Этим мавзолеем во II веке был вдохновлен император Адриан. Те, кто был в Риме, наверняка помнят замок Святого Ангела. Это ведь тоже первоначально был мавзолей. Мавзолей Августа был намного больше, чем мавзолей Адриана. Но вот мавзолею Адриана повезло больше. Он находится в прекрасном состоянии. Он был построен рядом с Ватиканом и уцелел. И даже был достроен только благодаря тому, что папы считали, что мавзолей Адриана – очень надежная крепость, где можно спрятаться от врагов. Мавзолей Адриана превратился в надежную резиденцию римских пап. Ну а теперь давайте вернемся все-таки в мавзолей Августа. Мавзолей Августа – это погребальный памятник императора Актовиана Августа. Его строительство было начато августом в 29 году до н.э., когда он еще не был императором. Строительство началось по возвращению из Александрии и победы над Марком Антонием в морском сражении. Август был вдохновлен гробницей Александра Великого, которую он посетил в Александрии. Строительство мавзолея было начато в районе Кампо-Марцио. Этот район был украшен многими памятниками той эпохи. Но во время правления Августа он обновился и стал еще прекраснее. Был построен пантеон, термоагриппы, достроен театр Марцелла. Август, которому было всего 30 лет, начинает строительство мавзолея для него и его семьи. Таким образом, Август заявляет римскому народу о своей вечной верности городу. Внутри мавзолея находилась гробница, в которой хранились урны с прахом Августа и родственников Августа. Урна императора, вероятно, располагалась в центральном цилиндре со статуей, помещенной наверху. Копия статуи Августа, выполненная в мраморе, сейчас находится в музеях Ватикана. Она была выполнена в цвете. На наших прогулках по Риму мы часто гуляем с вами у театра Марцелла, строительство которого было начато Цезарем, но продолжил строительство Август и посвятил театр племяннику Марцеллу. Он умер молодым и был похоронен в этом мавзолее, как и другие представители семьи Юлиев Клавдиев. Здесь же был похоронен Друз-младший, Друз-старший, Германия, Кливия, Тиберий и другие члены семьи. Последний был захоронен Нерва. Из истории вы, конечно, помните ближайшего друга Августа Агриппу. Он тоже был похоронен здесь. А вот Нерон, так же, как и дочь Августа, Юлия-старшая, были исключены из списка захоронений в семейной гробнице, так как считали их недостойными. В конце видео я расскажу вам историю, почему отец не разрешил захоронение дочери в семейной гробнице. Досмотрите видео до конца. Из стен, которые можно увидеть сегодня, почти половина относится к первоначальной постройке времён Августа. Также сохранились остатки стен времён Средневековья и эпохи Возрождения. Эти стены, добавленные в более поздние периоды, не удалили, а восстановили. Здесь было проведено очень много работ, и они до сих пор продолжаются. И планируют проводить работу ещё около двух лет. Но в первую очередь укрепили все сохранившиеся стены, чтобы было безопасно для посещения. Вот здесь находилась погребальная урна. Именно здесь, в центральном цилиндре, находилась погребальная урна императора Августа. Мавзолей использовался как гробница более века. В 410 году Рим был захвачен готами. Мавзолей Августа был разграблен, урны вскрыты, а пепел развеян по ветру. Императоры менялись, и каждый строил для себя другую гробницу. После этого про Мавзолей Августа забыли на долгое время. Он зарос травой и больше напоминал ещё один холм Рима. В средние века с большими монументальными постройками, такими как Колизей, Театр Марцелла, Мавзолей Адриана, Мавзолей Августа, произошли изменения. Они были захвачены, укреплены и превращены в замки крепости. Где-то в XII-XIII веке Мавзолеем Августа завладела семья Колонна. Потом могущественную семью Колонна обвинили в государственной измене. В результате папа Григорий IX изгоняет их из города и замок разрушает. А это место засадили садами. Мавзолей пришёл в упадок, и как со всеми вышеперечисленными монументальными постройками, их стали разбирать на стройматериалы для повторного использования. А мрамор сжигали в печах для получения извести. В XVI веке здесь была проложена улица, которая сегодня носит название Виадирипетта. Рафаэль и Антонио де Сангало наблюдали за ремонтными работами в районе. А бродячие артисты использовали мавзолей для проведения своих представлений. В XVIII веке мавзолей был приобретён португальским маркизом, который превратил сад в амфитеатр, где стали проводиться аттракционы на буйволах. Зрелище, похожее на испанскую кориду. На одной из стен мавзолея были найдены кольца, куда привязывали буйволов. В XIX веке мавзолей купил новый владелец, которому очень нравился театр. Была построена сцена, проводили театрализованные представления, банкеты, устраивали всевозможные представления. Здесь же был устроен приём и Джузеппе Гарибальди. На этой стене было обнаружено много разных надписей, скажем так, автографов. Они относятся предположительно к временам Второй мировой войны, когда мавзолей в очередной раз был заброшен. В XIX веке была построена новая сцена и сделан концертный зал. Это был самый известный музыкальный зал Европы. Здесь звучала музыка Рассени, Паганини, Верди. В 30-х годах XX столетия здесь активно стали проводить археологические работы и очистили мавзолей от средневековых построек. В то же время это происходило и с театром Марцелло. Помните, я вам рассказывала? Муссолини решил восстановить мавзолей и вернуть ему первоначальный вид, но закончить проект не удалось из-за начала войны, и мавзолей Августа вновь был заброшен. Я ещё читала такую версию, что Муссолини хотел сделать мавзолей Августа своей гробницей. В Риме стало ещё на одну достопримечательность больше. Какой всё-таки удивительный город Рим. А итальянцы всегда очень бережно относятся к истории. Вход в мавзолей Августа по карте МИК, который могут приобрести местные жители Рима, бесплатный. А для туристов цена билета 4 евро. Но заказывать билеты надо только онлайн на сайте. Я каждый год продлеваю карту МИК, чтобы в любое время бесплатно посещать музей Рима. В год я плачу всего лишь 5 евро. У меня в планах сходить ещё в три недавно открывшихся места в Риме. Забронировать билет очень сложно, потому что эти места открыты два раза в неделю. А одно из них вообще два раза в месяц. И только в первой половине дня. Группы формируют от 6 до 15 человек. Я слежу за обновлениями на сайте. И как только будет возможность сходить, то обязательно сниму для вас видео. Пока говорить не буду, что это за места. Но уверена, вам они понравятся. Сейчас, пока мы гуляем по Риму, я, как и обещала, расскажу, почему Август запретил захоронение дочери Юлии в семейном мавзолее. Начнём с того, что Юлия росла затворницей. Она была лишена права выбрать себе мужа по своей воле. Её первым мужем стал Марцелл, племянник Августа, для которого был построен театр Марцелла. Август даже хотел сделать его своим наследником. Когда сыграли свадьбу, Юлии тогда было 14, а Марцеллу – 17. Однако в 18 лет Марцелл умер от лихорадки. Молодой вдове пришлось вновь вступить в брак по расчёту. Её выдали замуж за лучшего друга Августа, полководца Агриппу. Она вышла замуж за человека вдвое старше её. Агриппе даже пришлось развестись с женой, чтобы жениться на дочери императора Августа. Брак продолжался 10 лет. За это время Юлия родила пятерых детей. Брак не был счастливым. Агриппа всё время был занят и на жену обращал внимание очень редко. Но Юлия хотела наслаждаться жизнью и любовью. Во время брака с Агриппой она вступила в связь с одним мужчиной. Эта связь продолжалась очень долго. Как-то у неё спросили, почему не все дети похожи на мужа. Она ответила, что отдавалась любовникам, не удостоверившись, что беременна от мужа. Агриппа умер в 51 год. Казалось бы, уже взрослая Юлия может быть свободной, но Август вновь занялся поисками супруга. Юлию выдали замуж за сына властной Ливии, которая была женой Августа, за Тиберия. Из-за государственных интересов была сломана ещё одна семья. Тиберий был вынужден развестись с любимой женой и вступить в брак с Юлией. В браке у них родился сын, который умер в младенчестве. После этого Юлия открыто ненавидела мужа и перестала заботиться о своей репутации. Ей уже было всё равно. Когда Тиберий узнал о распутстве и изменах жены, то тут же расстался с ней навсегда. Тиберий очень переживал. В расцвете сил он неожиданно решил отойти от дел и удалился как можно дальше. Он был оскорблён и, будучи гордым римлянином, старался забыть о своём чудовищном разочаровании. Все древние источники почти одинаково описывают поведение Юлии после отъезда мужа. Август увидел, как его дочь превратилась в публичную женщину. Юлия не могла простить отцу, что трижды была выдана замуж против своей воли. Сначала за Марцелла, потом за Агриппу и, наконец, за Тиберия. Юлия была неуправляема, вела себя дерзко, участвовала в публичных оргиях на форуме с многочисленными любовниками. Он, император, объявлял законы о прелюбодеяниях, а его дочь подаёт пример порочности. Сперва Август закрывал глаза на распущенной своей дочери, но потом об этом позоре начал говорить весь Рим. Она была сослана на маленький островок Пандатерия. Он находится недалеко от острова Понца. Её матери, бывшей жене Августа, Скребонии, было разрешено поехать с дочерью и разделить с ней наказание. По приказу Августа ни один мужчина, даже раб, не имел права приблизиться к Юлии без специального разрешения императора. Когда Тиберий узнал о жестоком наказании жены, он умолял Августа о снисхождении. Но Август был неумолим. Он сказал, скорее огонь породнится с водой, чем она вернётся в Рим. Мать не покидала свою дочь в несчастье. Она закрыла глаза Юлии, когда та умерла. Ей было чуть более 51 года. Она была сломлена духом от ужасных условий проживания и голода. Вот так поступил император Август с родной дочерью. Это было тяжёлым ударом для него, о котором он помнил до конца своих дней. Юлию обвинили в распутстве. Вот поэтому император Август запретил в своём завещании хоронить Юлию в семейном мавзолее. Вот и подошла к концу наша небольшая прогулка по Риму. Друзья, всего вам хорошего и до новых видео. Не забывайте ставить пальчики вверх, если видео вам понравилось, и делиться им с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok